всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня буду готовить варенье из слив с пряностями и грецкими орехами его еще называют грузинским вареньем если вам нравятся простые рецепты то конечно не забудьте меня поддержать ставьте лайк подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны нажимайте на черный звенящий колокольчик тогда вы не пропустите мои новые видео и конечно пишите комментарии ваши комментарии моя мотивация ну и также они помогают для продвижения моего канала ну а теперь давайте будем начинать я сливы уже хорошо промыла и сейчас буду разрезать их напополам доставать косточки исходное количество слив не имеет значения можно варить больше либо меньше и вывести пропорцию я укажу в описании необходимое количество ингредиентов ну а вы можете уже пересчитать под свой вес у меня слив не очень много я уже много что приготовила поэтому решила сделать хотя бы маленькую партию так как у меня кастрюля в которой я обычно варю варенье пока занята я сливы чистила в отдельную емкость и сейчас взвешу сливы вместе с ней а когда уже пересыплю сливы в кастрюлю взвешу отдельно емкость и получу массу слив для того чтобы варенье не разбавлять водой мне нравится всегда его начинать готовить с вечером я обычно вечером взвешиваю фрукты либо ягоды засыпаю их сахаром и оставляю на ночь для того чтобы пустили сок а затем уже утром продолжаем варить это очень удобно не надо добавлять воду не надо затем уваривать варенье и конечно таким способом сохраняется больше витаминов у вас варятся фрукты либо же ягоды в собственном соку и затем необходимо меньше времени на его варку вот обратите внимание у меня уже утро следующего дня я перекладываю сливы в кастрюлю в которой буду варить и посмотрите сколько выделилась сока этого вполне достаточно для того чтобы у нас фрукты не пригорели сейчас буду ставить на огонь ставлю сразу на такой не очень большой и довожу до кипения затем огонь уменьшаю и после того когда закипит варю ровно пять минут и отключаю и так я делаю три подхода между которыми даю варенью полностью остыть затем опять довожу до кипения уменьшаю огонь и на минимальном провариваю пять минут на третий раз я после того когда проварила пять минут отключаю варенье и сразу начинаю его прям горячим разливать по чистым и заранее простерилизованным банком у меня сейчас уже третий заключительный подход и я добавляю специи буду добавлять молотый имбирь также буду добавлять палочки корицы если у вас палочек нету вполне подойдет обыкновенная молотая корица и еще добавлю три зернышка гвоздики сильно много ее не советую добавлять так как она имеет очень интенсивный аромат и в самом конце уже добавлю грецкие очищенные орехи я их предварительно измельчать не буду хочу чтобы у меня попадались крупные кусочки вот как они у меня очистились у меня очистил муж ядра от скорлупы можно купить готовые ну вот у нас были свои орехи можно конечно измельчить но я хочу чтобы орех чувствовался поэтому буду добавлять так ну а вы опять таки ориентируйтесь на свой вкус по ближайшему вкусу я gotta забрать на что зависит от затем обязательно закатываем так варенье хранится лучше и затем переворачиваю и оставляю банки до полного остывания и затем уже маркирую и убираю на хранение после того когда начала закатывать банки стала храниться намного лучше потому что я использую сахар не очень много классическую пропорцию один к одному я не использую никогда во первых считаю что это слишком много ну и нам не нравится сильно сладкий вкус вы конечно ориентируйтесь на свой вкус но у меня обычный идет пропорция на 1 килограмм ягод либо фруктов приблизительно пол килограмма сахара этого вполне достаточно даже при таком количестве хранится все отлично ну и так чувствуется больше вкус фруктов либо ягод а вот такое количество варенья получилось у меня из исходных продуктов если вы никогда не пробовали приготовить такое варенье и вам нравится варенье и слив попробуйте разнообразить свое меню и если вам рецепт понравился конечно не забудьте меня поддержать ставьте лайк подписывайтесь кто еще не подписан нажимайте на черный звенящий колокольчик тогда вы точно ничего не пропустите обязательно пишите комментарии для того чтобы помочь моему каналу в продвижении ну и мне будет приятная обратная связь но мы увидимся с вами совсем скоро всем пока пока